Подключаем к эфиру политического аналитика и главного редактора портала «Автоэмплайо» Ольгу Курносову. Ольга Владимировна, здравствуйте. Доброе утро. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, кто сегодня из политического эстеблишмента Российской Федерации оказывает наибольшее влияние на те решения, которые принимает Путин, ну и на самого Путина? Ну, на мой взгляд, наверное, первый из таких людей – это Юрий Ковальчук, глава Банка России, глава Национальной медиагруппы, доктор физико-математических наук. Многие забывают о том, что он сам физик, думают, что физик исключительно его брат Микаил, который возглавляет Курчатовский институт. Но нет, Юрий Ковальчук тоже доктор физико-математических наук, он защищался и работал в физико-техническом институте именно имени ИОФЭ. Именно он оттуда выдавил в свое время Жареса Алферова, непокойного Нобелевского лауреата. И вот, на мой взгляд, он номер один. Ну, наверное, по-прежнему достаточно серьезное влияние оказывает Николай Патрушев, но все-таки я Ковальчука вижу на первом месте. А с чем связано это влияние? Почему конкретно Ковальчук? Почему он так приблизился к Путину или Путин разрешил подобный вариант развития событий? Ну, это мы можем только предполагать, да, все помнят эту историю про кооператив «Озеро». И, по большому счету, Ковальчук оказался очень таким, знаете ли, талантливым, если можно сказать, человеком именно в современных российских реалиях. Почему я вспомнила Банк России? Потому что многие считали, что именно через Банк России сумел как-то найти или отмыть те деньги, которые прятал обком КПСС еще тогда, в старые времена, в начале 90-х. Естественно, это были только слухи, которые ходили, но, тем не менее, они ходили достаточно активно. Ну, его успехи в создании своей медиа-империи тоже достаточно серьезные. Ну и, опять-таки, слухи, но тоже достаточно активные, про какое-то его погружение в нетрадиционные формы, я имею в виду всякий шаманизм и прочие экстрасенсорные вещи. Кстати сказать, КГБ в последние годы Советского Союза тоже очень активно изучало нетрадиционные вещи. Был целый отдел, который этим занимался. Ничего себе, к оккультизму уже переходят. Так, понятно, но в таком случае, смотрите, в СНБО, это Совет национальной безопасности и обороны Украины, насчитали приблизительно 86 людей, которые оказывают непосредственно влияние на Путина. То есть, главный тезис заключается в том, что даже если Путин покидает свой пост по тем или иным причинам, по сути, политика Российской Федерации, агрессия Российской Федерации не изменится. Как вы считаете, насколько подобные заявления соответствуют действительности? Я совершенно не согласна, потому что тех кланов, которые находятся вокруг Путина, их несколько, не людей, кланов. Людей, конечно, не так много, особенно в последнее время, после пандемии, во время пандемии, пока он там сидел в изоляции, число людей, которые с ним активно взаимодействуют, лично сократилось. Но кланов все равно некоторое количество есть, но их не так много, да, мы не знаем, сколько их, 5-6. Но в любом случае, именно Путин не дает им начать смертельную схватку друг с другом. Именно Путин заставляет их уживаться, если не мирно, то с минимальными внутренними потерями. И если Путин уйдет, то вот эта борьба кланов за власть, она будет разрушительна для них самих. И я не вижу ни одной фигуры, которая сможет эту войну предотвратить. Собственно, именно поэтому Путин и находится у власти так долго, что кланы не могут договориться о едином человеке, который будет вместо него. И, конечно, уход Путина абсолютно изменит фокус российский, да, то есть всем будет не до войны. Война будет внутри, война будет за власть, война будет за деньги, и она будет самой главной для кланов. То есть мы говорим о взаимозависимости тех самых кланов, упомянутых вами и самого Путина? Мы говорим о том, что они бы, может быть, и рады были уже жить без Путина, да, но нет ни одного клана достаточно сильного, чтобы претендовать на власть в одиночку. А договориться между собой без Путина они пока не в состоянии. Ну, то есть получается, что продолжение существования этих кланов зависит от Путина сейчас, так же, как и продолжение существования Путина на посту президента, зависит от этих кланов. Нет, почему? Они вполне, может быть, кто-то из них победит в этой внутренней схватке, но я еще раз говорю, им будет не до войны. Да. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, последние события на территории Автономной Республики Крым, временно оккупированные, они как-то отразились на ситуации в политической сфере внутри Российской Федерации? Ну, вы же видите эти смешные комментарии о том, что это какое-то небрежное обращение с огнем, да, когда всем понятно, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Поэтому, конечно, и, собственно, паника внутри патриотических пабликов совершенно заметна, и критика со стороны таких, критиков, которым позволяют критиковать вроде Ксении Собчак, она активизировалась. Плюс история из таких очень заметных внутренних историй, это арест нескольких администраторов телеграм-каналов, некоторые из них связаны, между прочим, с Евгением Пригожиным, которых арестовали по статье о вымогательстве, но на самом деле, им, некоторым из них могут менять и связь с СБУ, да, поэтому тут панические настроения связаны сразу с несколькими событиями. А чем чревато признание, например, факта нанесения удара по этому аэродрому? Ну, как же, это означает, что Россия не в состоянии защитить те территории, которые она называет своими, да, ведь, как бы, для россиян Крым это территория, которая вернулась в родную гавань, как мы помним, и крымские власти настойчиво зазывали отдыхающих, вот которых мы видим, как они убегают сейчас с пляжа на сезон отпуска, и говорили, что им ничего не угрожает, вдруг в САКе, а, кстати, я напомню нашим зрителям, может быть, они не помнят, но в САКе это достаточно старый военный аэродром, который существовал еще в советские времена, и, собственно, там базировалась в том числе и палубная авиация, гидросамолеты, то есть это очень такое место, не случайное, да, и тут вдруг внезапно такое происходит, конечно, паника, и это даже уже не Курская и Белгородская области, а что будет дальше, естественно, совершенно иначе начинает восприниматься все теми, кому казалось, ну, еще немножко и шапками-то мы закидаем. Как вы считаете, это какой-то переломный момент, начиная с этого удара или, ну, с тех взрывов и детонаций, которые произошли на военном аэродроме, ситуация будет меняться кардинально и, возможно, семимильными шагами? Ну, смотрите, я уже давно говорю, что на самом деле вот той всеобщей поддержки, которую нам показывают социологические опросы, ее, конечно, нет. Большинство населения пытается как-то от этого абстрагироваться, отстраниться, отмолчаться, отсидеться в кустах. И вот мы видим, что как бы вот несколько событий происходят, которые показывают, что отсидеться в кустах не получится. Это и история с взрывами в САКах, и то, что сейчас будут рассматривать отмену виз для россиян в Евросоюзе, да, поэтому вот отсидеться под кочкой, отмолчаться не получится, людям придется выражать свою точку зрения. На это точка зрения отнюдь не такая однозначная, как хочется Кремлю. Поэтому, если это еще и не перелом, да, но это очень серьезное событие, которое будет еще долго влиять, и потом я думаю, что это не последнее событие. Я думаю, что еще несколько подобных событий, не обязательно в Крыму, да, вообще на театре военных действий, которые покажут, что ситуация совсем не та, какой хотят показать ее в России пропагандистские каналы. Ольга Владимировна, вы интересную тему, спорную зацепили, которая касается предложения или инициативы по отмене виз в Европу и Соединенные Штаты Америки для граждан Российской Федерации. Как вы считаете, насколько такой шаг оправдан? Заранее должен сказать, что многие представители оппозиционных элит Российской Федерации сегодня выражают протест против подобного шага. Ну, на мой взгляд, он не то, чтобы уж совсем был оправдан. Я думаю, что в любом случае, если говорить об отмене виз, то это не должна быть тотальная отмена. Может быть, отмена туристических виз. То есть должна остаться возможность для тех людей, кому это необходимо, все-таки выехать. Но мне кажется, что понимание того, что все россияне отвечают за происходящее, не юридически, не морально, оно должно быть и должно появиться у тех, у кого его нет. Мне кажется, что оппозиция должна понимать лучше, чем кто-то, бы то ни было другой, свою ответственность. Потому что у нас не получилось. У нас не получилось изменить ситуацию в России. У нас не получилось прийти к власти, чтобы не допустить войны. Поэтому, конечно, это не юридическая ответственность, но это очень серьезная политическая ответственность. И нельзя сказать, что мы ее не несем. Конечно, мы ее несем. И каким-то образом эта ответственность, она должна на нас лежать. Конечно, это тяжело, но это так. И как можно от этого отказаться? Мы все несем свою долю ответственности. Ну, например, известный предприниматель российского происхождения Евгений Чичваркин сравнил эту ситуацию со временами сталинских репрессий и временного сотрудничества между Советским Союзом и Великобританией. Тогда на территорию Советского Союза были возвращены сотни тысяч граждан. В результате они просто попали вот в ту самую сталинскую мясорубку, не приведя к тому, чтобы сталинский режим пал. Ну, я не думаю, что речь идет о возвращении тех, кому угрожает непосредственная опасность. Как-то мне тяжело представлять европейские правительства в качестве таких людоедов, которые отправят людей, против которых возбуждены, например, уголовные дела. Если люди уже получили статус политического беженца, я думаю, что международное законодательство их защищает от того, чтобы они не были выданы. Другое дело, что, конечно, многие люди, которым по большому счету ничего и не угрожало, уехали. Я даже их понимаю, потому что эмоционально жить в стране, которая воюет, тяжело. Да, я это сама испытываю на себе, это правда тяжело. Но это не означает, что весь мир должен принимать нас с распростертыми объятиями. Потому что так или иначе, какие-то выборы, они существуют даже сегодня в Российской Федерации. И если у нас не получается убедить наших соседей в том, что надо выбирать других депутатов, ну, я даже сейчас не говорю про президента, других губернаторов, значит, мы плохо работаем. И понятно, что мир, соответственно, считает, что у нас не получается. И это не означает, что все должны бежать и нам, так сказать, взирать слезы и сопли и помогать. Да, ну, собственно, внутренние дела страны, они зависят от собственных граждан. И это и есть демократия. Никак иначе не может быть. Ольга Курносова, большое спасибо. Пообщались с Ольгой Владимировной Курносовой, политическим аналитиком и главным редактором портала «Автоэмпайо». Продолжение следует...